Привет, друзья! Сегодня третья часть проекта Кукла с чердака. И мы починим все сгрызанные и покусанные ручки и ножки. Сломанные пальчики относятся туда же. Плейлист с другими частями вы найдете здесь и в описании под видео. Я вам благодарна за взрыв комментариев под видео. Вы мне оказываете огромнейшую помощь, ведь я выписываю все ваши поломки и снимаю для вас видео о починке. А вот эта девочка точно не подделка. Симба Тойз. И вся проблема этой куклы не только в волосах, а вот в этой печальной руке сгрызанной. Интересно, кто сгрыз эту руку? Как вы думаете? В общем, здесь поможет только пересадка рук. У меня есть прекрасная Аврора из Фикс Прайс со здоровыми ручками. Конечно же, вы скажете, что бедная Аврора, она пострадала. Ну, приходится чем-то жертвовать. Чтобы починить одну куклу, другая куколка должна стать донором. Поэтому я приняла решение, что буду пересаживать ручки от нее. Если у вас есть какие-то другие сломанные, переломанные куколки, от которых можно пересадить ручки, то пожалуйста. У Авроры шарнирные ручки. И представляете, мы не просто их пересадим, а разберем, как сделать шарнирные руки. Ну и, конечно, они будут отличаться по цвету. Прикладываю кисть сверху к пальчикам и отмечаю, где будет срез. Чтобы быть более точным, вы можете замерить расстояние от плеча до отметок. Оно должно быть одинаковое. Не опускайтесь слишком низко, где тонкая часть запястья, так как придется просверливать дырку внутри ручек. То есть, вот смотрите, Аврора без рук. У нее вот здесь отверстие. Что мы будем делать? Кстати, обращайте внимание, чтобы параметры кукол были примерно одинаковые. И у вас не получилось так, что вы пересадите огромные ручищи или очень маленькие ручки. Кстати, эти ручки от Хагрида. Как только закончится проект куклы с чердака, конечно же, я приступлю к починке Хагрида. Кстати, вам Аврора может выступить донором для того, чтобы перепрошить другую куколку. Ну что, я уже приготовилась срезать ручку. Для этого мне нужен канцелярский, очень острый, хороший нож. Опять же, это делаем исключительно с родителями. Срезалось как по маслу. Теперь моя задача просверлить отверстие внутри ручек. Я уже приготовила шуруповерт. Сверло нужного диаметра. Оно с небольшим усилием входит в отверстие в руку куклы. Мне нужно сделать в центре такую же дырочку. Но чтобы у меня сверло не падало, не выскальзывало, я для начала сделаю шилом. Лучше, конечно, шилом, но шила у меня нет. Шила у меня сломалась. Я сделаю иголочкой в серединке дырку, куда буду вставлять сверло. А можно ли сделать отверстие без шуруповерта? Только с иглой. Если ее накалить? Честно, не знаю. Я выбрала более безопасный способ, чтобы не учить своих маленьких подписчиков лишний раз иметь дело с огнем. Поэтому прошу вас все починки делать только со взрослыми. Немного утапливаю сверло в отверстие и потихоньку надавливаю, просверливаю глубокую дырку. Нажимаю, надавливаю. Так я уже чувствую, что я ушла в сторону, а не в серединку. Поэтому помогаю иголочкой. Старайтесь отверстие изначально просверливать очень глубоким. Хочу показать, насколько у меня ушло вовнутрь сверло. То есть примерно вот настолько. Вовнутрь у меня ушло в ручку сверло. Где-то 1 см. Даже больше. Я просверлила отверстие, но кисти пока вставить не получится, так как дырочка слишком узкая и в конце нет расширения. Поэтому я пилочкой для ногтей спиливаю широкую часть на шарнире. Вот что у меня получилось и вот что было до. Я спилила бугорок. Аккуратно вгоняйте, не сломайте шарнирчик. Можно немножко надавливать. Ладошки должны быть повернуты к бедрам. Сразу определяем. Шарнир с усилием заходит в отверстие. И у меня получились перчатки. Кисть стала шарнирной. В моем случае она держится очень крепко. Если у вас болтается и проворачивается, то прежде чем ее вставлять, смочите кончик шарнира суперклеем или нанесите клей на иголочку. И аккуратно промажьте отверстие. Лишний раз старайтесь кисть не проворачивать вокруг своей оси, чтобы не сломить шарнир. Какие у нее ручки были до и какие ручки у нее стали после. Представляете, этой кукле подарили жизнь, новую жизнь. Расчесали ей волосы, сделали ей руки. Еще мы ее оденем в следующем видео. Как здорово они у нее шарнирные. И разгибаются в разные стороны. Хочу поделиться с вами фотографиями из интернета. Ручка стачивается и убирается зазор полностью. Как вы видите, обе части стачиваются и подгоняются плотненько, чтобы не было видно зазора. Но, если честно, мне не очень нравятся некрасивые срезы. Поэтому я сделала по примеру, как у Авроры. Обратите внимание, что в предплечье у Авроры есть углубление. Как раз за счет этого углубления кисть как бы утопает в предплечье. И нет такой резкой границы и разницы переходов между кистью и самой рукой предплечьем. Но есть еще один момент. Предплечье у Авроры, оно немного шире, чем предплечье у Симбы. Поэтому я не смогу так глубоко утопить кисть. Аккуратненько снимаю кисть. И буду шуруповертом просверливать более широкую дырочку, но не глубокую, на несколько миллиметров. Для того, чтобы утопить вот эту часть. Как хорошо, что есть уже дырка в предплечье. Поэтому сверло не должно вести в бок или в сторону. Я расширила отверстие в глубину буквально миллиметра на 3. И пробую вставлять кисть. С усилием я вогнала кисть в предплечье. И посмотрите, что в итоге получилось. Я думаю, что так выглядит намного симпатичнее. Конечно, не удалось полностью вот эту часть кисти утопить в предплечье. Это то, что получилось. А вот как это выглядело до. Так что с этой кистью я проделаю абсолютно то же самое. Ты мне теперь будешь завидовать за мои шарнирные кисти. Есть, конечно, другой вариант пересадки ручек, если куколка-донор не шарнирная. На экране вы видите фотографии. Ссылочка на источник будет в описании. То есть вам нужно сделать что-то наподобие шарнира. Автор фотографий части рук скрепляет колечком. И это очень хорошая идея. В своем видео, как сделать шарнирную куклу, я показываю, как сделать шарнир. Ссылочка на видео в подсказке и будет также в описании. Конечно, можно не срезать ручки, а нарастить их, например. Но для этого вам понадобятся специальные материалы. Например, моделайт, эпоксидная смола или момент. Как с ними работать, я подробно рассказываю вот в этом видео. Ссылочка на него также будет в описании. Но после этого я не могу дать вам гарантии, что в активной игре материал не сколется. После моего видео я вас очень прошу, не стоит всем срезать ручки. Отнеситесь к этому с умом. Вам всего-то нужно починить вашу куклу. В благодарность за то, что она с вами была. У меня на канале есть плейлист «Чиним куклу». И там вы найдете ответы на ваши вопросы. Как починить ручку? Как починить ножку? Как починить шейный шарнир? Как оттереть любые пятна? Как расчесать волосы мочалку? Как перепрошить куклу? Сделать инструмент для перепрошивки? Как сделать уак? И многое другое. Этот полезный плейлист вот здесь в подсказке и в описании под видео. Из прошлого видео было много подобных комментариев. У моей куклы на лице черный маркер. Я все попробовала, но ничего? Что мне делать? Ребята молодцы, что советуют использовать зубную пасту и спирт. Говорят про одеколон с высоким содержанием спирта. Эти способы, конечно, хороши для поверхностных пятен. Когда вычеркнули ручкой, например, куклу, и побежали отмывать ее. А если же пятна давние, застарелые, то они могут въесться в резину. И тут помогут белизна плюс уксус или базирон плюс солнце. Кстати, обратите внимание, что базирон не такой уж и безвредный и безопасный для материала кукол. Вот, например, на фотографии видно, что базирон осветлил винил куклы. Спасибо большое за фото моим подписчикам. Расскажу вам про третий способ выведения пятен. Просто положите куклу на солнце. Месяца на 2-3. Например, на балкон. Балкон должен быть открытым, так как стекло задерживает ультрафиолетовые лучи. Через 2-3-4 месяца пятна должны побледнеть. Огромная вам благодарность за просмотр этого видео и комментарии. Следующее видео будет о кукольных кастомах. А потом опять продолжим тему куклы с чердака. И чтобы вам не было скучно, приглашаю на мой второй канал. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok